Привет, непрофессионалы и дилетанты. В сезоне 17-18 Уфа стала чемпионом России. Представляете, Эмиль, наверное, бы обрадовался. Да, извините, я очень радовался. Да? Ну, ты иди отсюда. Сейчас профессионал будет сейф разбирать, да и не мешайся тут. Вот. Это сейф Валеры Прохорова, он же Валира Прохоров, родился в городе Какань. Ну, еще бы в таком городе родиться и не стать хорошим тренером, это надо умудриться. Ну, вот. Сейчас мы посмотрим вообще, что это за сейф, что это за команда Велес-Мостар. Да, она изначально находилась во втором дивизионе, ну, будем говорить, в боснийской ФНР. Да, и он ее в первый же сезон вывел в элиту, затем занял восьмое место, четвертое, и дальше был лидером, только вот в одном сезоне уступил первенство Железничару, а в сезоне 25-26 снова стал первым. О чем тут нужно сказать? Нужно сказать о том, что этот сейф, наш герой, играет за своих воспитанников только. То есть используются только игроки-воспитанники без входящих трансферов. Вот эти вот цифры, да, талант номер пять, номер один, это означает, в каком сезоне по счету пришли футболисты. Да, ну, вот, например, Игорь Антич, судя по всему, пришел в первом сезоне, ну, вот такой вот социальный защитник. Ну, я думаю, что в начале своей карьеры он куда более скромные показатели имел, ну, видите, что он еще появился, да, в ФНЛе, на 6-6 отыграл. Ну, дальше потом его оценка росла, и вот сейчас он лучший сезон в своей карьере провел 25-26 на 7-22. Вот такие вот серьезные показатели у Игоря Антича, если посмотреть сейчас, ну, на команду, да, то по способностям самым крутым считается вот этот парень Дамир Заимович. Знаете, какой-то тоталер, да, судя по имени и отчеству, да, но на самом деле боснеец. Ну, и вот Дамир Заимович играет опорного полузащитника, очень хороший в отборе, ну, моторный такой игрок. Судя по показателям, да, и что важно, да, для опорного полузащитника это не импровизатор. Он мяч отобрал и сразу знает, что с ним делать. Хороший уровень принятия решений, ну, выбор позиции еще с концентрацией подтянуть, и это будет топ-класс, а ему 17 лет. Жалко, нет редактора в этом сейве, чтобы посмотреть, какие у него показатели, да, вот. Ну, это фантастический игрок, и тут вопросов нет. Ну, в связи с этим, по поводу трансферов, наверное, не имеет особо смысла говорить. Еще до того, как наш тренер пришел в эту команду, тут они двух подписали на свободном трансфере, но это без участия тренера происходило, как мне объяснили, да. И дальше уже все трансферы, вы видите, да, они были на выход. То есть, тут даже разбирать их нет смысла. Адмир Халилович, вот, нападающий, перешел в Бари, в Италию переехал. Ну, не в Бари, а в Лебасово, чтобы вы понимали, да, а в Кабаду. Вот, дальше, ну, остальные-то тут, наверное, не так интересные. Многих в аренду вот раздавал он. И Игорь Миакар перешел за 5 миллионов в Бенфику. Это тоже интересно. Тоже, кстати, опорный полузащитник, да, даже, ну, по уровню не хуже от того, что мы сейчас видели. Сейчас он уже играет в Удинезе. В аренде, правда, но игрок действительно неплохой, заслуживающий внимания. То есть, нескольких даже уже на выход трансферов воспитал. Вот, Денис Петрович, пожалуйста, есть. В аренде из клуба Дрина. Так, а он, подожди, он воспитанник Велеза, да. Почему-то у него не прописано, что он талант. Видимо, не считается талантом. Ну, и Элвидин Хаджич отдан тоже в аренду. Вот, трансферы тут особо осмотреть-то не на что. Мы посмотрим сейчас на тактики, которым играет наш тренер. Валера, Валера, не знаю, как его правильно называть. Ну, видимо, основная расстановка это с тремя защитниками. Если защитники хорошего уровня, да, здесь Марио Байрич, ну, такой, не очень хорошего. Выбор позиции 8 всего лишь. Иван Лучич, ну, Иван Лучич не такой высокий. И показатели вот именно самобладания, храбрости очень маленькие. Игорь Антич, это первое с первого сезона, ну, вот этот более-менее. Более-менее, да. Эльмир Ахметович плохо головой играет, но он еще молодой. Шестого сезона талант. Ну, есть еще вот девятого сезона, представляешь, уже девятого сезона талант. Да, это, конечно, интересно. Вот, но, понятное дело, что когда ты играешь только теми игроками, которые у тебя были в распоряжении, да, то довольно сложно, довольно сложно что-то сделать. Вот, Ален Пантич считается одним из самых лучших футболистов команды. У него пас 18, но, видимо, поля всего лишь 10. То есть игрок достаточно средний, то есть он умеет пасовать, но не знает на кого. Это очень плохо. Это относится к огромным уважениям, но разочарован, что не перешел в Нью-Кассл. Вот, видишь как. Вот, а игрок неплохой. Тоже родился в какане, слушай, ну, если родился в какане, то это я же корил сразу. Означает, что станет футболистом. Вторая тактическая схема, асимметричная. Честно говоря, довольно любопытный вариант, но, насколько она действована. Ну, по большому счету, это та же самая схема с... Ну, только перекос идет в сторону правого фланга. Ну, здесь я, правда, не понимаю, зачем, если игрок все равно на этом правом фланге, на этой позиции играть не особо умеет. Да? У него все-таки здесь... И получается, что этот фланг, получается, продавливается. Вот, а в центре, ну, может быть, индивидуальных инструкций, потому что я не вижу, чтобы они были отданы именно каким-то конкретным игрокам. Не знаю, насколько эта схема действована, не знаю, насколько она хорошо играет. Но мы уже видели несколько, вот, в обзорах сейвов несколько асимметричных расстановок, которые бы работали. Ну, если по составу пройтись, то Адмир Басич, плохое самообладание, Аднан Арамик, или Арамис. Ну, вот этот уже плеймейкер-то посильнее, потому что он, во-первых, умеет давать пас, во-вторых, он умеет видеть поле. Милорат Абиджанич, ну, это, видимо, из начала, с самого начала он играет в команде. Алем Ключанин, опорник, ну, много опорников неплохих, но это все-таки не статовый состав. Ален Патич, мы уже его видели. Амар Алкадич, ну, тоже с самого начала, тоже воспитанник команды, ну, понятное дело, что сложно пробиваться с такими скилами в состав. Кристиан Каковали, тоже, слушай, не скакали ли этот молодой человек? Нет, он в Италии родился, вот так вот, счастливый, счастливый человек, да? Каковали, итальянец, но воспитанник этой команды. Видимо, в тренерском штабе много итальянцев, тоже центральный полузащитник. Но особых... ему, правда, 16 лет, пока он ничего особо не показывает. Дамир Заимович, смотрели его уже. Дарио Паджич, вратарь, ну, это слабый вратарь, 20 лет уже, способностей нет. Дарко Фумич, хороший нападающий, все нужные показатели форварда у него есть. Вот, и я думаю, что с учетом, что ему 18 лет всего, он может вырасти в суперзвезду. Драгон Скопиак, атакующий центральный полузащитник, тоже уникум, да? Вот здесь вот может играть, здесь может играть, а здесь не может, это смех. Когда уже футбол-менеджеры это исправят. Един Цивик, слушай, если бы его звали Хонда Цивик, вот это было бы смешно. Полуяпонец, полубоснеец, да? Ну, тоже хорошее завершение, но он не амбициозный, и плохой потенциал у него. Един Самаджич, вратарь, посмотришь, вратарь, который двумя ногами хорошо владеет, это смешно. Самый обязательный скилл для голкипера. Эмир Ахметович, видели его уже. Хама Цимич, из первого сезона, талант, ну, тоже такой весьма средний. Игорь Антич, центральный защитник, тоже из первого сезона. Ермин Имамович, центральный защитник, но он, наверное, практически не играет. Иван Спахич, вот вратарь основной, и удивительно, да, то, что такой вратарь родился в Боснии. Хотя у боснийцы хорошая школа там, да, но все-таки этот голкипер слишком хорош, чтобы быть правдой. Вот, у него, у него очень хорошая реакция, очень хорошая игра в штрафной, выбор позиции сумасшедший. Это, ну, и рост там немаленький, что очень важно, а метр восемьдесят восемь, ну, это можно. Это можно. Конечно, когда вратарь двухметровый, это лучше, но метр восемьдесят восемь, это не метр восемьдесят. С ростом метр восемьдесят восемь, вратарь может и должен хорошо играть. Иван Вучич, это тот самый Трусишко. Марио Байрич, еще это целый защитник. Мехмед Ясавич, талант. Прекрасный крайний полузащитник, умеет исполнять штрафные. Но, я, конечно, предпочитаю инсайдов, но вот он только правой ногой может играть, поэтому инсайд из него никудышный. И он исключительно под навесы заточен. И, в принципе, я думаю, с этим проблем нет. Он талант шестого сезона, отыграл уже довольно много. Ну, вот видите, в основном, он раздает голевые передачи. Скорее всего, скорее всего, это именно навесы, потому что он с этим делом разбирается, Ясавич. Так, ну, это неинтересные персонажи, да, тут уже идут. Так, вот, Ниджат Радерич. Наверное, так правильно. Очень хорошая физика, но нерешительный до ужаса. Как он вообще в Кабанду пришел? Как он решился до этого, непонятно. Самобладание теряет любой ситуации. Да, вроде бы на всех позициях может играть, но понятное дело, что это все-таки игрок обороны, который исключительно на отбор мяча заточен. Хотя навесы 8, в принципе, он может и подключиться, но у него дриблинга нет со всей техники. То есть это только в статике навешивать там. Ну, технически совершенно не одаренный, но зато физически мощный. И хоть росточек маленький, но он быстрый, достаточно сильный для своего роста. Ну, вот, психология подводит парнишку. Никола Божич, ну, скажем так, не завершитель от бога, потому что у него и дриблинга не хватает, и игра головой недостаточно хорошая, самобладание маленькое, игра без мяча маленькая. Ну, ему 16 лет, это, возможно, еще поднимется, и, возможно, он станет одним из лучших нападающих клуба. Сафет Рахимич, ну, тоже интересно, да, может играть левого крайнего защитника, может играть крайнего полузащитника, нападающих. Здесь вот вообще не может играть. То есть он, ну, как это? Я это не совсем понимаю, да, вот такие вот дела. Разброс по позициям порой очень странный у приходящих регионов. Вот Денис Звонич, с девятого года в команде, представляешь, это местный Игнашевич. Ну, и вот Адмир Басич, мы уже снова пришли к нему. Ну, а здесь все как обычно. Захожу в тренировки и вижу, что тренер не умеет, совершенно не умеет заниматься тренировкой. Ну, как? Как так можно? Я вот это вообще не понимаю, да? Раз за разом одно и то же, одно и то же. Ну, зачем тренеров по физподготовке так нагружать? Ну, дай одному заниматься этим, другому заниматься этим. А другой на подстаховке у них. Я не знаю, может быть, кто-то надо проверить. Вот, этот, например, лучше делает вот это. А вот этот, может быть, сейчас посмотрим. Ну, нет. Ну, вот так вот оставить. То есть уже качество физической подготовки выросло, да? Зачем одного тренера назначать на два разных упражнения? Я не понимаю. Зачем? Если, например, ну вот у вас есть тактик, да, хороший. И этот уже не должен тактикой заниматься. Дайте ему другое задание, да? Вот. И этого уберите. Пусть он тактику на 4 звезды лучше дает. Это же лучше. Вот. Дальше смотрим. Действия в атаке. Что надо? Значит, действия в атаке и тактика. Ну, смотрим, да, у кого это повыше. Вот. У него, да. И остальных тоже смотрим. Тоже тренеры в отаре. С отарями, ну, то же самое, да? То же самое. Тут надо... Ну, вот мяча, ладно. Не самая важная характеристика. Ну, здесь тоже надо выставлять. Вот. Удары. То же самое. Видите? 3 звездочки всего. И работают абсолютно мусорные тренеры. Я понимаю, что сюда не едут лучшие из лучших. Вот. Католь бича психологические, технические. Ну-ка. Если мы вот так уберем. Ну, хоть удары, да? Хоть удары подтянутся. Это тоже играет большую роль. Да. Альвара Арбило работает тренером. Отвечает за оборону. Так. Ну, здесь еще вот этот вот тренер. Но этот тренер, он довольно неплохо, кстати говоря. Мог бы пригодиться на действиях в атаке, мне кажется. Хотя он так же, наверное, и будет тренировать. Такой универсальный специалист. Вот. Ну, в целом, тренировки расставлены, прямо скажем, не очень хорошо. Не очень хорошо. Все-таки можно, я думаю, если посидеть здесь, то лучше сделать. Теперь по индивидуальным. Ну, это всегда очень важно, потому что, если ты рассчитываешь выращивать молодежь, да, то индивидуальные тренировки, они очень важны. Ну, вот здесь я вижу, что он тренируется, да, как выдвинутый форвард. И вот вы видите, пожалуйста, прогресс. Наконец-то я нашел сейв, да, тренера, который действительно заинтересован в росте своих футболистов. И вот вы видите, он правильно тренирует. И даже у него здесь, смотрите, какие резкие скачки идут. Потому что игрок молодой, а он, когда игровую практику получает, он всегда, ну, бурно развивается. И, ну, вот здесь, конечно, нет, ну, не у всех такое, не у всех. Но, в целом, да, игроки, вот так вот они и должны расти, когда у вас, когда вы доверяете молодежи. Смотрите, да, у него все просто там, как на дрожжах скачет. Так и должно быть. Так и должно быть. И когда у вас молодой игрок приходит в команду, да, у них, у некоторых там вообще такие скачки идут, квантовые, что диву даешься, да. Ну, не у всех, конечно, тут от потенциала зависит. Чем больше потенциал, тем быстрее игрок растет. Там бывает, что сразу все зеленые стрелочки вверх поднимаются, да. И, ну, вот здесь уже кто-то ухудшается, кто-то уходит вообще в минуса. Ну, видимо, уже возраст сдают, ребята. Это, но есть и те, кто очень мощно, особенно в первые годы, если им доверять, если их ставить в основу, они у вас так вырастут, что, я не знаю, даже у женщин, которые все грудь увеличивают, она так не растет, как игроки, которым доверяют. Запоминайте, да. Ну, видно, 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 конечно. Это приятно. Мне всегда приятно видеть, когда у тренеров развиваются молодые игроки. Так и здесь тоже. Все растет. И когда эти игроки вырастут, да, они действительно помогут своей команде. Теперь по поводу игры клуба. Команда пробивалась неоднократно в групповой этап Лиги Европы. Даже выходила в четверт-финал Лиги Европы, да. Ну, тут в этом году Фиорентина помешала, в следующем году Байер помешал. Даже в группе Лиги Чемпионов играла. Там денег зато получилось заработать, я думаю, немало в этом году. Ну, 0-7 Мадридскому Реалу проиграть, это, конечно, не зазорно для боснийской команды, которая пробилась в группу Лиги Чемпионов. До этого тоже играла в группе Лиги Чемпионов, но в группе Лиги Европы играть выгоднее. Почему? Потому что ты здесь вообще ничего не заработаешь. И проигрывать в ПСЖ по 0-5 это абсолютно нормальное явление. Ну, вот, а Селтик обыграли, но не каждый год ты будешь в одной группе с Селтиком. Там скорее будут Ювентусы и Париса Джермены. А Селтик два раза они здесь обыграли, и в этом году повезло. Здесь тоже попали в группу Лиги Чемпионов, вот. Но тут понятное дело, что тоже сгорели Барси 1-5, Леону 1-4, Лацио 1-5. Ну, тут уровень совершенно разный команд, это надо понимать. А вот в сезоне, где был Селтик, в сезоне, где был Селтик, так, подожди, где это было? Вот здесь вот, по-моему, да? Да. Ну, это Лига Европы была, да? Или я опять путаю что-то? В каком году они вышли? Вот, они Селтик обыграли два раза, и вышли в Лигу Европы, да, дальше. Но там проиграли Мадридскому Атлетику, очень неудачно попали на команду из Мадрида. Вот. В группу-то Лиги Чемпионов команда пробивалась практически постоянно, да? Ну, уже в начале 20-х годов. Вот, но потом, потом понятно стало, что в Лиге Европы играть даже более почетно, что ли. Здесь потому что больше побед одерживается, растет национальный клубный коэффициент от этих побед. И команда больше получает прибыли. Потому что, если она в Лиге Чемпионов там всем сливает по 5-0, ну, там, понятное дело, с Мадридом, с Парисом Джерменом не поспоришь. Там все-таки другой уровень. Вот. У Лиги Европы, видишь, они Фиорентине проиграли 1-3, но дома взяли реванш 3-0. С Байером дома сыграли 2-5. 2-5. Ну, тут, понятное дело, что сложно, сложно все-таки с такими соперниками играть. Тут Исаак молодой и перспективный, Толесо, Леон Бейли. Конечно, таким игрокам очень сложно противостоять. И команды без всяких там челленджей же играют. Они покупают себе этих игроков и с ними показывают класс. А вот здесь исключительно свои таланты. Приходится проявлять Ален Пантич и Эдин Цивич. Забили голы в этом матче. Ну, вы понимаете, насколько это сложно, насколько это непросто. Но вот с Фиорентиной домашняя игра 3-0. Это, наверное, по качеству игры была очень хорошая. Здесь, правда, в 3 нападающих они играли. 3 цитальных защитника, 2 полузащитника, на которых огромный объем работы лег. Но они справились и сумели Фиорентину в 3 форварда задавить. Хотя первый матч проиграли в гостях. Первый матч в гостях проиграли. Но тут тоже была абсолютно равная игра. Если бы Игорь Альтич не был удален, я думаю, что была бы ничья. Но Фиорентина там не заслуживала прохода дальше. Далее. Финансирование команды. Вы видите, что она начинала без денег совсем. Но затем уже начался рост с первыми успехами. И вырос бюджет команды до 80 где-то миллионов. С учетом того, что на трансферы игрок не тратится. У него 47 миллионов скопилось. Ну, их можно на зарплаты перераспределять. На зарплатный бюджет 680 тысяч в неделю потрачено на зарплаты 43 тысяч. Вот это лучше экономить. Наверное, там болельщики говорят, ну жмот вообще. И деньги не платят. Где деньги, говорят? Ну, здесь можно посмотреть также спонсоров. Спонсоры дают мало денег. Ну, понятное дело, здесь пока клуб довольно скромный. И спонсоры у него тоже не самые богатые. Ну, и поговорим сейчас о условиях клуба. Очень хорошая тренировочная база. Отлично развитая система поиска молодых игроков. Вот это ключевой компонент. Исключительный уровень тренировок молодежи. Ну, это уже не ключевой. Но самая главная система поиска молодых игроков. И должен быть, конечно, хороший руководитель отдела по работе с молодежью. Здесь это Педро Песа. Во-первых, работа с молодежью 18. Во-вторых, профессионал. Вот это вот самые две основные характеристики, которые определяют. Если у него высокий уровень работы с молодежью, он будет вам приводить лучших молодых игроков. И с учетом того, что он еще и с характером профессионал, он будет стараться подбирать именно профессионалов свой клуб. Так что на это нужно обращать внимание. И на это нужно смотреть. Когда вы берете... Ну, и еще очень важно, да, смотреть на любимую расстановку руководителя отдела по работе с молодежью. Потому что он, как правило, подбирает игроков из своих расстановок. То есть, например, если у него там две расстановки есть с опорниками, то он опорников, соответственно, и будет предлагать. Если у него любимые расстановки там 3, 5, 2 и производные от нее, то не стоит ждать, что он будет вам приводить атакующих крайних полузащитников. Потому что просто в его расстановках, в его схемах такого нет. Поэтому на любимой расстановке... Ну, они, как правило, там несколько этих расстановок. 4 расстановки у каждого. И поэтому надо внимательно смотреть. Ну, в принципе, редко бывает, что там фрики какие-то тактические, у которых кошмарные какие-то расстановки. Но если вот такие вот, то удобство вам будет и крайних защитников приводить, и центральных, ну, что-то вроде 4, 4, 2, да, тогда там все будет в порядке. В составе юниоров много. Молодежи талантливой. Ну, вот как раз то, о чем я говорил. Доразин Адналич, как раз из-за того, что у него расстановка врожденная 4, 4, 1, 1, то он приводит. Он приводит как раз-таки не атакующих, в первую очередь, да, а именно крайних полузащитников. Вот, на это тоже надо обращать внимание. Ну, ему 15 лет, он еще разовьется, конечно. Ну, дриблинг разве что-то слабоват. Вот, навесы шикарные, но дриблинг слабоват. Ну, характер, видите, профессионал. То есть, испанский вот этот тренер, он профессионал. И, ну, это как раз идеальный игрок, которого он приводит в клуб. То есть, по той позиции, которая ему нужна, по характеру и по потенциалу. Ну, естественно, уровень работы с молодежью высокий, и поэтому он приводит классных игроков. Дальше, видите, нападающий тоже в той расстановке, он есть тоже характер профессионал. Вот обращайте внимание всегда на характер руководителя отдела по работе с молодежью. Ну, он, конечно, там не все будут профессионалы, это точно, но многие, видите, практически, ну, у большинства игроков характер профессионал. Это очень поможет в дальнейшем, да. Игроки профессионалы, они лучше тренируются, лучше развиваются. Ну, и я профессионалов очень уважаю в целом. И вы видите, что самые потенциальные регены, они как раз-таки профессионалы. Ну, есть сдержанные, вот, но это уже, правда, 19 лет, он уже, может быть, пришел до испанца в команду. Вот, но, когда приходят профессионалы, вот, видите, опять пришел в 25-м году уже при испанце, и он профессионал, и он профессионал. Поэтому обращайте внимание на руководителя отдела по работе с молодежью, на его характер, на его предпочитаемые расстановки, да, если вам, ну, например, вы играете вот по такой схеме, да, а он вам, там, у него все схемы 4-4-2, 4-1-1, он, естественно, вам будет пихать постоянно вот этих вот футболистов крайних, и вам придется тратить время на их переобучение. Что в некоторых случаях, в некоторых командах это критично, и на это тратить время, ну, просто нельзя, когда вы, там, боретесь, условно, за чемпионство, вам тут надо игрока молодого переучивать. Это, это совсем не то, что нужно. Ну, в целом, сейв хороший, тут многие игроки хотят перейти, видите, в ПСЖ, в Шахтер, в Нью-Кассел, это уж типичная вонь, извиняюсь, у футболистов, хотя настроение в команде хорошее, есть три лидера, двое из них с первого сезона, настоящие игроки, да, и куча регенов. Ну, в целом, в целом, конечно, мне очень понравился этот сейв, мне всегда импонирует, когда люди развивают свою молодежь. Ну, если вам понравился этот сейв, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ну, надеюсь, что вам все понравилось, также под видео есть ссылки и на группу ВКонтакте, и на Твич-канал, где мы часто проводим стримы, ну, вот, так что я вам советую заглядывать и туда, потому что там всегда много интересного, вот, и, в общем-то, ждите новых видео, новых обзоров сейвов, новых серий бубнов менеджера. Я всегда говорил, многое зависит от вашей активности, да, ну, вот, если вам нравятся какие-то видео, вы не стесняйтесь поддерживать их пальцами вверх, вот, и тогда, собственно, больше будет выходить подобного рода видео, да, ну, в принципе, в принципе, пальцы вверх, они же показывают профессиональный уровень, и профессиональный уровень не только, там, того, кто делает видео, да, но и профессиональный уровень зрителей, то есть, насколько аудитория профессиональна, если понравилось, да, ну, например, мне, да, что-то понравилось, я всегда стараюсь там поставить оценку. Если там меня таксист довез и в срок успел, да, и там, в общем, чушь не нес за рулем, я ему тоже пять звездочек поставлю без проблем, потому что это система оценки, это система благодарности, которая, в общем-то, не требует никаких затрат от того, кто пользуется услугой, да, и в то же время очень сильно помогает тому, кто эту услугу предоставляет, вот, поэтому я очень надеюсь, что вы поддержите. За сейф, конечно, Валерию Прохорову спасибо. Мне понравился этот сейф, тренировки распределены, играет молодежь, ну, я пятерку поставлю, потому что все-таки в боснийской лиге начинать, и, в общем, играть только своими воспитанниками, только тренировками здесь, если бы он еще получше распределил тренеров, да, я думаю, было бы все еще лучше, но это все впереди, я думаю, он еще будет продолжать играть в этом сейфе, мы ему пожелаем удачи, ну, а вам всего доброго и до свидания.